Всем привет! С вами канал Космостар. Во все времена тема любви и взаимоотношений была и остается в центре внимания. Когда в 86-м году состоялась премьера романтической картины Валентин и Валентина, она имела огромный успех и попала в 20-ку лучших фильмов года. Главную героиню сыграла актриса Марина Зудина, а ее партнером был Николай Стоцкий. Как сложилась судьба талантливого артиста, в каких фильмах еще снимался, чем сейчас занимается? Мы попытались найти ответы на эти вопросы. Творческий путь Николая Викторовича нельзя назвать очень успешным, хотя артист снялся в 28 картинах, но все интересные роли остались в 80-х. В новом тысячелетии Стоцкого тоже приглашают сниматься, в основном задействован в небольших эпизодах. Николай сколько себя помнит, всегда мечтал стать артистом, его детство и юность прошли в городе Новосибирске, родился 10 января 1964 года. Стоцкий стремился побыстрее осуществить свою мечту, приехал в Москву, первое время жил на вокзале. Документы подал в Щукинское училище, учился на курсе педагога Коптевой. В 1985 году получил диплом и был принят в труппу драмтеатра имени Станиславского. В течение семи лет сыграл много интересных ролей, доктора Барменталя в Собачьем сердце, Трофимова в Вишневом саду, Артура в Танго и другие. На съемочной площадке Николай первый раз оказался в 83-м году, играл эпизодическую роль в картине Владимира, Чеботарева, Тревожный вылет. Через год ему доверили сыграть главного героя Володю в военной киноленте «Особое подразделение». В 70-е годы, наверное, не было ни одного театра, который бы обошел стороной пьесу Михаила Рощина «Валентин» и «Валентина». Режиссер Георгий Натансон приступил к съемкам молодежной мелодрамы в 85-м году и собрал поистине великолепный состав артистов – Татьяну Доронину, Нину Русланову, Бориса Щербакова, Зинаиду Дегтяреву, Ларису Удовиченко, Люсьену Овчинникову, Валерия Хлевинского, Юрия Васильева, Петра Щербакова, Рину Зеленую и другие. О главных героев, как мы уже сказали выше, сыграли Марина Зудина и Николай Стоцкий. Картина имела огромный успех, занимала лидирующее место в прокате, ее посмотрело около 17 миллионов человек. Жизнь Николая тоже изменилась, он стал знаменит, режиссеры предлагали ведущие и интересные роли. Конец 80-х был для артиста самым продуктивным, следующая главная роль не заставила себя ждать. В приключенческой комедии «Левша» он воплотил образ мастера, оружейника левши, а в драме счастливчик-актер сыграл роль Вани Нечкина. Также талантливого актера Николая Стоцкого можно увидеть в таких картинах – «Зеркало для героя», «Следствие ведут знатоки», «Поляна сказок», «Васька», «Камышовый рай», «Графиня Шереметьева», «Замок». Тот, кто нежнее и других. Много лет о Николае Викторовиче ничего не было слышно и только в 2002 году его пригласили на роль Георгия Трубы в сериал «Смотрящий вниз». После долгого перерыва для актера было важно понять, что он также, как и раньше, прекрасно чувствует себя перед камерой. У режиссера Грамматикова сыграл хоть и небольшую, но интересную и яркую роль в мелодраме «Сибирочка». Актера можно увидеть в таких картинах, как «Мама», «Не горюй два», «Убойная сила», «Шесть», «Братья Карамазовы», «Новая земля», «Пелагея» и «Белый бульдог», «Зимы не будет», «Уходящая натура». Артист не любит ходить по кабинетам и выпрашивать для себя роли, или высылать свои фотографии на всевозможные российские киностудии. Если предлагают стоящую роль, соглашается с радостью. В последнее время сочинял музыку на стихи своего друга Сергея Колтакова, песни получались очень душевные, о жизни и, конечно, любви. Что касается личной жизни, то Николай Стоцкий никогда не был женат, и у него нет детей. Известно, что в молодости у него был роман с красавицей, актрисой Ириной Климовой. Пара даже собиралась пожениться, но дело до этого так и не дошло. Актер дружил и вместе проживал с актером Сергеем Колтаковым. Актеры Сергей Колтаков и Николай Стоцкий познакомились в 1985 году и стали настолько близкими друзьями, что купили одну дачу на двоих. В 90-е, когда кино почти не снимали, а в театрах платили копейки, думали вместе уехать в Америку. Колтакову дали грин, карту, а Стоцкому нет, и Сергей сказал, без Коляна не поеду. Они часто снимались в одних и тех же фильмах. В сериале Угрюм, река Колтаков играет следователя Голубева, Астоцкий, Фаркова. Это их последняя совместная работа, 7 сентября 2020 года, выдающегося актера Сергея Колтакова не стало. Об их дружбе всегда ходили разные слухи, которые они не комментировали. Они прожили вместе больше 35 лет.